добрый вечер сегодня поговорим с вами немножко на природе так получилось что я сегодня не планировал эту беседу на благодаря одному очень интересному и видимо непростому человеку я решил все-таки сделать это видео почему потому что ну мне кажется что это будет вам интересно кроме того что то я на улице не как давно уже ничего не снимал да и здесь как-то потише так что вот в такой остановке и так группа металлика что это такое для вас группа металлика я думаю что на данный момент любой человек который родился после 2000 года скажет а это четыре деда которые поют такие прикольные песенки и будут правы но я решил рассказать вам другую историю а а именно что именно произошло в тот день девяносто шестом году который так сильно изменил все на свете то что сейчас это стихия она пройдет но были гораздо больше потрясение на самом деле на гораздо меньших может быть масштабах но я уверен что это было везде и вот я вам сейчас расскажу как очевидец событий что происходило девяносто шестом году с группой металлик девяносто первом выходит черный альбом до сих пор пожалуй на мой взгляд самый успешных альбом но мне не было тогда столько лет моя борода не было сырой или седой на моей голове были волосы досюда морщин у меня было поменьше взгляд у меня был не такой тяжелый как сейчас металлика это был девяносто шестой год ребята не было еще тогда то есть но был какой-то подобие интернета конечно было но из всего города только я один наверно мог до него добраться потому что у моего отца на работе в университете было подключение к этому интернету а группа ведь по сути дела не так уж и сильно было нам известно то есть но плакаты висели мы знали как они выглядят мы видели пару песен по телевизору но виталика ведь никогда не было ну по крайне до восемьдесят шестого года металлика не выпускала даже клипов никаких это сейчас уже все а тогда это была такая действительно вот настоящая хорошая металловая команда мы им верили мы считали их эталоном можно сказать правильного звучания правильного исполнения не было человека равнодушного к этой группе в каждом городе есть один человек который может быть хочет может не хочет но является в этом городе лидером среди местных неформалов будь то металлисты панки кстати в те времена как и сейчас панки недолюбливали металлистов и металлисты панков и при этом всем я на самом деле все-таки ближе к панкам чем металлист но с моей нынешней колокольни я считаю что и панки и металлисты могут найти общий язык если очень захотелось все мы люди в конце концов но это сейчас а я неоднократно говорил если бы я сейчас встретил себя тогдашнего ох боюсь что эта встреча бы кончилась плохо для нас обоих я бы скорее всего дал бы просто плюнул морду этого мальчишки наглому этот наглый мальчишка скорее всего достал бы нож и пырнул этого дядьку который какого-то черта вдруг приперся говорить ему что делал да я был далеко не подарок честное слово да и сами знаете прошлое у меня очень темно но не боем про меня так вот что произошло девяносто шестом году вот сейчас говорят ладри ладну хорошо ну плохо но был скачок какой-то да а теперь я вам расскажу что предшествовало этому страшному дню посмотрите пожалуйста если вам очень хочется википедии в каком в какой именно день вышел этот альбом лад я не помню я сейчас не хочу просто тратить на это время лучше я с вами немножко еще посижу девяносто шестой год и так интернета нет мы в лучшем случае могли только догадываться что происходит с этими ребятами потому что четыре года с девяносто первого года пять лет от группы не было никакой весточки никакой мы только гадали может быть они распались может быть просто они записали такой альбом что просто уже сами не могут просто уже сделать ничего лучше и кстати были ребята я помню которые говорили что металлика поет ни о чем и что в принципе группа так все так себе но металлика все равно имела огромный кредит доверия и вот долгожданная но весточка выходит новый альбом ура казалось бы это то чего мы так ждали мы действительно этого ждали это мало того что мы это ждали я был лидером местной команды не будем сейчас называть ее имя это не важно мы заранее считаю подготовились к тому что это будет праздником на вечер мы планировали устроить локальный фестиваль и отпраздновать возвращение нашей любимой металлики но в наши ряды мы заготовились мы закупили арендовали хорошие генераторы добавили ну поставили сцену каждый принес тот аппарат которым на тот момент располагал и очень то мы собирались сделать небольшой концерт который состоял бы может быть из каверов может быть из каких-то сольных работ в общем все было на мазе сцена уже было готово оставалось только одно ждать открытия магазина чтобы прибежать и отдать за диск диск тогда стоил недешево примерно 2 ну но скажу так примерно 20 евро он стоил на 20 евро для тех времен это было дорого ты сейчас то не дешево то есть какое евро не было еще тогда никакого евро был полно толь доллар был это я уже просто уже привык и так после столь долгого молчания вдруг по mtv показали какой-то анонс позже я понял что это было это был концерт факт для фанатов 95 года последний концерт где хэтфилда можно увидеть с длинными волосы действительно был такой концерт я его посмотрел только в 38 лет если честно до этого я только знал что он как что-то там такое было и честно говоря меня сильно мучили догадки что по моему джеймс с наркотой как-то связан потому что что-то слишком уж он как-то ну непонятно было то они вдруг были в топе всего и тут вдруг внезапно они исчезли исчезли вот они вообще это не то что сейчас что я вот набрал на google что нам сейчас джеймс хэтфилд делает и пожалуйста хоть домой к нему иди а тогда все было не совсем так тогда если я говорил что мы соберемся на лысой горе вечером на лысой горе было три тысячи человек ждали только меня я приходил с работы работал я в охранной компании поэтому форму я не снимал никогда фактически мне просто не имело смысла этого делать поэтому у меня тогда была такая забавная клевяку хас из солдат она у меня сейчас честно говоря так и осталось ну не важно я уже не солдат я уже отставной солдат так вот дождались открытия магазина деньги с большим трудом заработанные перетаскиванием грузов разгрузкой вагонов не знаешь каждый пахал как мог на чем мог кто-то разгружал вагоны кто-то что-то там на рынке делал каждый ну каждый зарабатывал в меру своих возможностей в меру своих ценностей но утром возле магазина тогда еще были магазины с дисками с кассетками я кстати кассетки тогда очень любил всегда яйка до сих пор кстати очень неравнодушен жалко только шуме на них мне их уже не на чем слушать и они уже размогничен продолжаем разговор так вот утром у двери магазина собралась толпа примерно из 300 человек это были люди которые пришли туда заранее чтобы наконец-то увидеть этот альбом и вот 10 часов утра магазин открывается и туда вламывается огромная толпа все хватают диски прямо из коробки все уже заранее говорили с продавцом и знали во сколько точно эти диски привезут и выхватив диск сразу же бежали на полных парах домой вечером же фестиваль надо успеть послушать в том числе и я со своими двумя лучшими друзьями на тот момент где вы сейчас лучше эти друзья то ну ладно я тоже сам дурак так вот мы пришли ко мне и открыли нейлоновую заворотку первое что бросилось в глаза это странный дизайн альбома был не тот логотип это была какая-то очень странная вещь по дороге от моего задора и веселья не осталось ничего я человек очень чувствительный интуиция меня очень хорошо работает к сожалению я человек очень рациональный и очень упорный поэтому я и не всегда доверяю лучше бы я и доверял почаще конечно но такая она судьба я человека не какой-нибудь там ас так вот значит сам не сейчас милый не сейчас ты отличный аппарат но все-таки не сейчас да это я с аппаратом разговариваю извините кухо поехала 42 дня сижу бездельничаю так вот я пришел домой открыл этот диск и мы увидели ужас это был ужас настоящий ужас что с собой сделали как вы это могли джеймс где твои усы джеймс кирк давно ли ты стал пидорастом зачем ты красишь глаза где твои волосы кирк что за серьга ужасно у тебя в губе вставлено это что за прикол это не по-нашему джейсон ладно с тобой разговор особый ты так за барта на постоянно отдувался к тебе претензий нет ларс но мы же тебе верили ты ж был наш брат ты нас предал нас 20 баксов ребята в девяносто шестом году это ж до хера было это не это ведь не сейчас это ведь было дофига это было надо было работать наверное месяц да еще и нам едва ли 2 20 половине не было моему барабанщику было 12 лет если кто-то считает что в 15 лет ему на сцене еще рано быть моему барабанщику было 12 и его это не смущало а мне было 22 меня это тоже не смущало меня и сейчас бы не смутило если бы со мной играл 12-летний барабанщик лишь бы он играл ну вот а у меня был чуть ли не храм этой металлики у меня все стены были завешены металлик я единственный в городе у кого была футболка металлики and justice for all достаточно среднего качества ну в общем было и вот в результате то есть мы увидели что была какая-то не знают первая мысль обманули это не они нет если то они то как на третьей песне диск был сломан и выброшен в окно в полном молчании люди молчали и вот так вот сидели просто вот я помню просто вот так вот сидели закрыв волосами все целиком лицо и я не знаю что они видели перед собой но это каждый думал только я думаю примерно одно и то же затем я взял и сандар из содрал со стены самый дорогой и самый редкий плакат металлики за который мне предлагали даже мотоцикл он был содран подожжен и выброшен с пятого этажа однако же на лысой горе что-то должно было происходить фестиваль то все таки уже запланирован люди уже там закупились уже ладно и это был страшный вечер это был действительно страшный вечер потому что наша лысая гора в каждом городе есть своя лысая гора как известно так вот наша лысая гора состояла из толпы в примерно в 12 тысяч человек и они держали в руках каждый факел и все они молчали я выходил на сцену много раз перед стадионами наполненными и перед пустыми залами но такого жуткого молчания я не помню никогда и я вижу что все глаза направлены на меня что я скажу а я сам не знаю что сказать но я очень быстро среагировал точнее не то что среагировал я просто дал волю своим эмоциям на мне была вот эта самая единственная в городе футболка я ее сорвал с себя и при всех поджег ее от ближайшего факела затем швырнул ее в неизвестном направлении надеюсь что никому она не причинила вреда я думаю что нет и произнес у нас два слова первое они второе начинается на п и кончается на с у меня на канале не матерятся я достаточно наматерился не надо итак я живу не в России и хотел бы чтобы этот язык я не забыл у меня есть очень много шансов по забыть так вот все двенадцать тысяч человек разом подняли огромный крик я сказал ребята я не могу сегодня ничего петь если вы хотите концерт это есть еще шесть групп пускай они играют я просто не могу извините пожалуйста у меня нету голоса но ни одна команда не поднялась на сцену люди я видел плачущих людей я видел людей которые катались по полу я видел кого-то кто уже рвал на себе волосы кто уже сжигал их просто на себе это было безумие которое даже с нынешней страшной обстановкой не может сравниться дальше помню плохо напился я и так напился что к утру в городе не было ни одной машины с целыми стеклами мы нас я не помню было ли у нас контакты с теловиками я проснулся у кого-то кого я не знал совершенно я был весь в крови не знаю что там со мной было что с кем я дрался с кого я там на ком я эту злость вымещал я этого не помню но со стены на меня по-прежнему смотрели эти четыре человека но на жеманом я тогда особо не был у меня был один нож вот я его взял и аккуратненько сбрил со стены все эти плакаты и без всяких ненужных жестов я ничего уже больше не хотел да и не собственно и не надо было какой смысл если на тебя никто не смотрит поэтому я без всяких истерик снял со стен все плакаты и позвонил ребятам первое что я им сказал это что я не под арестом что со мной все нормально что я просто сам не свой все нормально все меня понимали конечно все такое я спросил кого заменили сказали что там были случаи но опять же ребята двенадцать тысяч человек в городе на полтора миллиона или два даже там было достаточно серьезное количество людей знаете короче говоря я думаю что этот вечер половина я думаю что люди не поняли что случилось но я вот помню что тоже ни одной живой души кроме ошалелых металюг на улице не было и ну каждый что мог кто-то громил машины кто-то избивал кого-то просто приняв его не знаю может быть за кого-то еще было понятно только одно нас кинули мы им верили мы считали что они это самые близкие для нас люди а они оказывается всего навсего мыслили денежными категориями это был не пелиолин который готов был рвать на себе вены только чтобы который не хотел даже записывать ничего просто хотел показать один раз что это такое быть металлистом перебрал конечно парень но не будем сейчас в эту тему влезать я про нее достаточно рассказал еще очень много вам расскажу сейчас сейчас я на это уже конечно прошло много лет это был 96 год половина из тех кто сейчас это слушает даже тогда еще наверняка даже в детском саду наверное еще не было вот и вот я вот 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 сегодня я